Спешл гест шоу с Александром Рулёвым. Особый взгляд на людей, о которых хочется знать больше. В эфире Мегаполис ФМ. Добрый вечер, друзья. 17 с хвостиком по московскому времени. Это спешл гест шоу на Мегаполис ФМ. Меня зовут Александр Рулёв. Ну и сразу представлю моего сегодняшнего гостя, сидящего в кресле, подчеркну, специального гостя. Я безумно рад, что он наконец-то до нас доехал. Лидер культовой группы Bad Balance. Сольный исполнитель-шеф. Музыкальный продюсер, открывший многих звёздных исполнителей, открывших нашей большой необъятной стране, да и миру, наверное. Конечно. Генеральный продюсер музыкального лейбла 100 Pro, владелец футбольного клуба, налётчики. Человек, которому вообще глупо задавать вопрос, что ты сделал для хип-хопа в свои годы. Потому что он отец российской хип-хоп-культуры Влад Валов. Влад, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Приветствую всех, кто услышит мой голос. Есть такой традиционный вопрос, Special Guest Шелчевая, в общем-то, привык начинать программу за свои многочисленные интервью, которые ты давал разным журналистам. Вот какие, очевидно, вопросы тебе надоели? Вот какие вопросы? У меня сегодня звёрстки эфира надо просто вычеркнуть. Ну, например, почему вы назвали группу Bad Balance? Вот. Вопрос вот такой, что ты сделал для хип-хопа в свои годы. Кстати, очень распространённый был. Вот. Ну и всячески. Да, готова отвечать на любые вопросы. Всё равно я буду отвечать всегда по-новому. Каждый раз, сколько меня не спрашивая, я всегда буду по-новому. Ну, в одном направлении, ну, что-нибудь другое буду затрагивать. Ну, хорошо. Представление тебя, представление Влада Валова сегодня через запятую. Я много чего интересного и любопытного перечислил. А всё-таки как ты сам себя сегодня идентифицируешь? Вот в какую сторону всё-таки вес более направлен? В футбол, в сольную карьеру, в продюсирование? Вот ты сегодня больше кто? Ну, в первую очередь, после того, когда вышел наш альбом Bad Balance. Политика. Это уже 12-й альбом группы Bad Balance. Вышел он в сентябре месяце этого года. Я сейчас направил все свои силы на запись своего очередного сольного альбома. Поэтому надо меня идентифицировать с шефом. С сольным исполнителем шеф. Хорошо. Я напомню, друзья, обращаю себя к аудитории Радио Мегаполис ФМ. Наши координаты. Номер смс-портала 2320. Если у вас появятся вопросы в адрес моего сегодняшнего гостя, присылайте их. В начале сообщения ставьте три цифры 895. Официальная группа Мегаполис ФМ ВКонтакте. Там же тоже можете оставлять ваши вопросы. Телефон прямого эфира 721-11-43, код Москвы 495. Вот во время подготовки сегодняшнего эфира прочитал одну фразу, произнесенную тобой однажды или когда-то. Хип-хоп — это душа, рэп — это тело. Вот до сегодняшнего дня для меня, в общем-то, эти два понятия стояли через знак равенства. Вот поясни, пожалуйста, что ты имел в виду и почему именно так? Ну, хип-хоп — это прежде всего культура. Культура, которая зародилась на улице. И в хип-хоп нужно разные вещи включать, в том числе и рэп. Например, рэп-музыка — это только одно составляющее. Здесь также есть диджей, брейк-данс, граффери. Здесь даже есть такое понятие, как знание. Знание уличной культуры, знание хип-хопа. Это все культура. Культура хип-хоп. А рэп-музыка, она может быть совершенно в разной музыке, как мы сейчас видим. Она может быть и под хаус-музыку, и под поп-музыку, и под рок-музыку. И даже просто под гитару барды сейчас этим пользуются. Как бы рэп, он был подарен хип-хоп-культурой. И не весь рэп, который сейчас мы можем услышать, особенно сейчас, является хип-хоп-культурой. Даже я бы сказал, что то, что мы можем слушать и наблюдать на ТВ и радиостанциях в нашей стране, я думаю, что от хип-хопа там где-то процентов 5 есть. Все остальное — это просто поп-индустрия и ничего более. Что значит рэп? А вот хип-хоп — это все-таки душа. Да, это совсем другое. Но вот рассвет, вернее, не так скажу, не рассвет. Рассвет, он продолжался еще и после. Но вот пиком процесса создания самого себя и команды людей вокруг себя, другими словами, революции в хип-хоп-культуре в нашей стране, благодаря твоему участию случилось в 90-е годы. Ну, 94-й год, да, по-моему, если я не ошибаюсь, альбом «Налетчики». Да, альбом «Налетчики» действительно был революционным в том плане, что никто не верил, что рэп на русском вообще возможен. То есть все критики в один голос утверждали, что рэп должен быть на английском языке, потому что он был рожден в США. Ну, то есть и никак по-другому. Ну, когда, в общем-то, вышел альбом «Налетчики», мы реально в течение двух лет изменили вообще отношение к речитативу на русском языке. Ну, давай совершим погружение в историю этого альбома, в историю того времени через небольшую паузу. Друзья, Влад Валов, отец российской хип-хоп-культуры, сегодня гость Special Guest Show 2320, смс-портал для ваших вопросов, начиная с префикса 895, пишите. Официальная группа Мегаполис FM ВКонтакте, телефон прямого эфира 721-1143, код Москвы 495. Александр Улев, Special Guest Show, пауза, скоро продолжим. Продолжаем прямой эфир. Друзья, отец российской хип-хоп-культуры, лидер группы Bad Balance, исполнитель, шеф Влад Валов в обычной жизни, сегодня гость проекта Special Guest Show, человек, совершивший однажды революцию в российской хип-хоп-культуре. Вот мы об этом начали говорить, о 94-м, об альбоме «Налетчики» и о том, как началось это восхождение Bad Balance и Влада Валова на вершины хип-хоп Олимпа России. Сложно было? Ну, представьте себе ситуацию такую, что 90-е годы, ну, первая даже половина, она темная, темная. То есть делилось государство, разбой, бандитизм вокруг. Люди за хлебом стояли в очередях, там, за колбасой, яйцами. То есть начали бы нам всякие продукты дурацкие привозить, ну, такой, больше на яд похожий, да. Ну, людям не до этого, у людей денег не было просто-напросто. А мы тут со своим рэпом, да. Мы говорим, рэп, музыка на русском, ну, нас как на придурков все смотрели, конечно. И, с другой стороны, были такие там поп-проекты, которые там новые русские начинали уже заказывать, корпоративы начинались и так далее. Они начинали зарабатывать там деньги и все такое. А мы все-таки продвигали целую культуру, и мы хотели сделать по-настоящему революцию, чтобы русский хип-хоп был оригинальным, и он был интернациональным, чтобы мы могли легко обмениваться информацией с любой страной мира и подключать. Ну, собственно, что вы и сделали. Давай вот сейчас запомни, пожалуйста, эту мысль. У нас есть телефонный звонок 721-11-43, код Москвы 495. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Павел меня зовут. Павел, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер, Павел. Влад, приветствую, рад пообщаться. Всегда были поклонниками творчества вашего. Вопрос у меня какой я. А собираетесь ли вы выпускать ваши сольные альбомы на виниле и перевыпускать? Потому что в Бэтби есть альбомы, я знаю там парочку, а вот сольников нету. Ага, хорошо, да. Обязательно будем это делать. Все по порядку идет. Первый альбом, который мы на виниле выпустили, он как раз и был на летчике Бэтби. И хочу сказать, что очень удачно его, очень быстро раскупили. Второй мы сделали чисто про, куда вошла городская тоска, там всем известный ангел-хранитель и так далее. Тоже вот пластинка уже как год продается. И вот сейчас в декабре мы ждем пластинку, которую ждут очень многие люди. Много предзаказов к нам пришло на пластинку «Город джунглей» Бэтбэланс. Ну, в первую очередь все вот эти культовые три пластинки мы сделали. Вы знаете, самое интересное, что делаем мы их по чесноку, чтобы это было звучание на долгие годы и был вот смак. Делаем прежде всего мастеринг. Мастеринг нам делает Тенгиз, который сейчас проживает во Флориде. И он делает мастеринг многим американским звездам. Он делает нам мастеринг для этого винила. А выпускаем, шлепаем мы их во Франции, в Париже. Вот поэтому себестоимость таких пластинок около двух тысяч. Они дорогие, конечно. Но вот те люди, которые любят слушать шорох винила, скажем, и шорох того времени в хорошем качестве, это как раз для них. А свой сольный я, конечно же, обязательно следующим сделаю имя «Шеф». Все очень просят. Я знаю, как минимум человек сто, которые готовы такую пластинку приобрести, обязательно сделаем следующий релиз «Имя шеф». С винилом-то все более чем понятно, но я знаю огромное количество людей, которые еще помнят бобинное звучание ваших первых альбомов. Ну, продолжим говорить об истории, о личной, о биографии Влада Валова и группы Bad Balance несколько позднее. Ну что тут, с удовольствием повторю снова. Отец российской хип-хоп-культуры Влад Валов сегодня гость проекта Special Gear Show. Друзья, координаты еще раз напомню вам. 23.20 смс-портал для ваших сообщений. В начале сообщений префикс 895. Ставьте, пожалуйста, телефон прямого эфира 721-11-43, код Москвы 495 и официальная группа Megapolis, нижнее подчеркивание FM ВКонтакте. Туда тоже можно писать вопросы моему гостю. Александр Рулев, Special Gear Show. Пауза, друзья, скоро продолжим. Лидер группы Bad Balance, продюсер, владелец футбольного клуба «Налетчики». Это тоже интересная тема, о которой мы сегодня поговорим. Сегодня у меня в гостях, друзья, 721-11-43, телефон эфира прямого, 23.20 смс-портал. В начале сообщения ставьте префикс 895 и официальную группу Megapolis FM ВКонтакте туда тоже можете писать. Говорят, так это сообщение зачитываю. Сначала ты работаешь на имя, потом имя на тебя. Когда вы поняли, что имя уже работает на вас? Ух ты, хороший вопрос. Ну, как раз, когда, наверное, я и сделал альбом «Имя, шеф, горчит как темное пиво», как раз после этого я почувствовал, что имя дальше стало работать на меня. И люди непосредственно ко мне уже обращались, чтобы я начинал продюсировать какие-то проекты и так далее и тому подобное. Вот к этому моменту. Хорошо. Еще коротко вернемся к истории 90-х, истории восхождения на хип-хоп «Олимп». Да вообще следствие появления Bad Balance, шефа в нашей стране, это что? Это диджейнг, это граффити, это скейтбординг, это роллер. Ну, ты представляешь, какая ответственность на тебе вообще с того времени? Ну, да, нужно заглянуть по этому вообще, что для меня тогда была все-таки культура хип-хоп, что это означало в самом начале. В самом начале, когда я ничего не понимая, увидел брейк-данс и сказал, блин, я хочу заниматься брейк-дансом, это был 86-й год, 85-й даже. Я увидел и я сказал, я хочу заниматься таким танцем, кто может научить? И вот тогда попался ко мне второй или третий, ну, главный мой учитель из Конголезец, из Конга, черный человек, которого звали, зовут Яник Нгоколея Луан Жан Феликс. И он мне объяснил, что брейк-данс – это не танец, брейк-данс – это хип-хоп. И это часть хип-хоп-культуры, и здесь ты передаешь телом вообще все знания людей, поэтому очень внимательно нужно все стили изучать. И вот когда я это все понял, передо мной открылся совсем другой мир, и мы этот мир изучали. Поэтому, когда мы делали свой рэп, начали делать в 90-х, у нас было очень большое преимущество перед другими любыми рэп-исполнителями и группами, которые были. Все тогда делали что-то похожее на американский рэп, переводили тексты, делали что-то по-русски, музыку слизывали и так далее. Да, далеко не надо ходить, вспомните, тот же «Мальчишник» – это «Ту Лайс Кру» или «Сенси Мюзик Фэктори», этот «Багдан Титамир». Ну, все пытались сделать что-то, то, чего делают на Западе. Мы же в этот момент сказали, блин, почему, зачем нам кого-то копировать? Да, нам нравятся Public Enemy, да, нам нравится NWA, да, нам нравится Cool J Rap, ну, и так далее. ICT, там многие, Beastie Boys те же. Да, нам нравится, но почему мы не можем сделать что-то свое? И мы начали сложный путь создавать что-то свое. И вот когда мы начинали создавать, мы создавали это не ради того, чтобы срубить, скажем, денег, стать популярными, срубить денег и все. Мы вместе с собой ввели целую культуру, поэтому мы одевались в этом стиле. Мы всегда на своей площадке, где бы мы ни были, мы всегда граффитили, делали теги, делали граффити, выступали на сценах по возможности, где у нас на задниках граффитили прямо по всему концерту. Диджеинг, мы обязательно одного нашего LA, который все мы бывшие танцоры были, брейкеры, да, мы сказали, так, а ты будешь за вертухами, то есть пулеметчик такой. Вот он выучился этому сложному делу на тот момент и так далее. И вот мы всю эту историю, мы, как бы, наш коллектив всегда был носителем хип-хоп-культуры. Это нас очень сильно отличало от любой другой команды, от любого другого рэп-исполнителя, и благодаря этому мы во все стороны начали делать всякие фестивали. Таким образом, в 94-м году я создал такой фестиваль, ежегодный международный фестиваль рэп-мюзик, который до сих пор проходит. Да, давай об этом поговорим сейчас чуть позднее, я просто хочу заметить, что азбукой в 90-е годы любого граффитчика, правильно, граффитчика, было написать где-нибудь красивым шрифтом Bad Balance. Вот так вот, это действительно было. Да, это факт, факт. Давайте, друзья, сделаем паузу. Влад Валов, сольный исполнитель, шеф, лидер группы Bad Balance, продюсер. У меня сегодня в гостях 721-11-43, телефон прямого эфира, код Москвы-495, смс-портал 2320, начале сообщения Prefix 895. Ну и группа Megapolis FM ВКонтакте в вашем распоряжении для ваших вопросов. Александр Улев, спешл-гейс-шоу, пауза, друзья, скоро продолжим. Megapolis FM Продолжаем, друзья, Влад Валов сегодня у меня в гостях, лидер группы Bad Balance, исполнитель-шеф. Вообще, Влад, про тебя я слышал, скажем так, инсайдерскую информацию от, ну, назовем их, наших общих знакомых. Говорят, что ты великолепный ивент-менеджер. А великолепный ивент-менеджер подразумевает то, что ты кропотлив до каждой детали, раскладываешь все по полочкам, чтобы не иметь права на ошибку, когда этот ивент выйдет, так сказать, в эфир. Это я, кстати, по поводу твоего фестиваля, о котором ты начал рассказывать, потому что у него тоже есть определенный уважительный такой бэкграунд. Я так понимаю, что в этом году тоже он случится. Да, в этом году он будет, пройдет 22-й год подряд. Меня там часто спрашивают, почему я не хочу его сделать каким-нибудь козырным, очень большим, как когда-то мы... Да, привозили, привозили, да. Нет, мы в Олимпийском когда-то сделали и собрали там около 20 тысяч народу. Собрали очень много средств масс-медиа, все мельтешили с камерами. И я увидел, что члены жюри, ну, всегда в члены жюри входят люди респектабельные такие в рэп-музыке, те люди, от которых пошла, скажем, там, оригинальная школа русского рэпа, да. И я всегда таких вот людей в первую очередь приглашаю, потому что, ну, считаю, что рэп могут в жюри сидеть только те люди, которые этим занимались профессионально. Ну, не сегодняшние звезды, скажем так, сцены, да, а звезды, которые создали, ну, создатели своих стилей. И вот эти вот члены жюри, когда я увидел, что они дают только интервью, им уже стало пофиг на сам фестиваль, на этих бедных ребят, которые там из тысяч групп десяток собрался, приехал и что-то показывать начали. Когда я увидел, что, как бы, наш рэп-мюзик превращается в такое большое шоу, я как раз отказался от таких больших мероприятий в пользу того, в пользу качества. И вот так получается уже, который год подряд мы делаем фестиваль в укромном месте. Называется это все место «Лукин Румс», самый центр Москвы, Пушкинское метро. И члены жюри сидят на втором этаже, на балкончике внизу происходит все шоу, и мы очень четко можем определять, кто, как выступил и так далее и тому подобное. Никто никого не отвлекает, и мне это нравится. Но самое главное, что фестиваль проходит 22-й год подряд. Таких фестивалей в мире больше нет. То есть у нас самый долгий, долгожительный, среди хип-хоп-культуры, даже, я бы сказал, рэп-музыки. Рэп-мюзик – самый продолжительный фестиваль в мире. Вот слоган фестиваля, насколько мне известно, рэп-мюзик ради дела, а не ради денег. Вот как раз этот слоган и пришел, когда мы поняли, что нужно делать такие вещи, скажем так, благотворительными. То есть мы не берем денег у артистов, то есть у групп. Очень много групп было в свое время, которые пытались подкупить членов жюри. И мне нравится, что у нас не два, не три человека, у нас 10 и больше. Бывало там и 20 членов жюри. То есть на каждой Добрэп-мюзике от 10 и выше членов жюри. Это зависит от статуса людей и тех, кто в данный момент приходят. Вот. И этих людей просто подкупить всех невозможно. Они все полярно... Диаметрально противоположны. Да, и хотят свой хип-хоп больше внедрить, скажем, в русский хип-хоп. И поэтому мы этот слоган оставили как главный слоган рэп-мюзика. Вот я следующий вопрос произнесу сейчас. Ответ на него хочу услышать от тебя через паузу. Нам подсказывают, нужно уйти на музыкальную паузу. Вот рэп-мюзик ради дела, а не ради денег. Вот так ли это на самом деле в нашей сегодняшней рэп- или хип-хоп индустрии? Ну, понятно, что 90-е — это молодежная уличная лирика. Это отражение, ну, откровенно говоря, небогатой страны того времени. Это философия. Это философия улиц, да. Вы были движимы идеей. А сегодня даже другое поколение. Сегодня поменялись исполнители. И наверняка тщеславие для них тоже один из любимых греков. Опять же хочу сказать, к нам в основном присылают свои записи те люди, которые воспитаны на хип-хоп-культуре. Среди них очень много бывших брейкеров или графитчиков, у которых есть свои команды и все такое. Вот они присылают. А то, что мы видим на радио, подчас, на всяких... Сейчас же интернет очень, портал очень мощно работает. И есть разные сайты, которые там людей просто сбивают с толку. И там, в общем-то, ну, то есть все коммерциализировалось. Все. Дай денег, и ты на любом рэп-сайте будешь самым любимым и самым желаемым артистом. Хотя у тебя будет контент говно. В общем, друзья, держитесь правильного курса, если вы начинающий рэп-исполнитель. Влад Валов сегодня у меня в гостях, шеф, лидер группы Bad Balance. Координаты, напомню, 2320, смс-портал в начале сообщений, препикс 895, телефон прямого эфира. Пишите, звоните, если есть о чем поинтересоваться у моего сегодняшнего гостя. Ну вот, приходит смс-сообщение. Одно из них следующего содержания. Какими проектами вы гордитесь в качестве продюсера? Ну, давай для несведущей, непонятным для меня причинам напомним о проектах, которые ты продюсировал и продюсируешь по сей день. Ну, да. Ну, первый проект, это, наверное, проект с самого начала. Это был Михей. Я его когда-то продюсировал как хореограф. Создал номер ему еще с одним парнем. И они занимали призовые места по брейк-дансу по всей стране. А потом уже как бы Bad Balance, конечно же. Bad Balance, это можно сказать, что всегда я был продюсером только потому, что все тексты мои, музыкальные сэмплы подчас я давал всегда нашим людям, кто там делал музыку и так далее. Из этого вот такой вот пошел момент, когда я увидел, что Михей поет красиво, его надо показать. И вот я здесь настаивал на том, чтобы он сделал свой сольный, помогали мы ему очень. И к тому моменту я понял, что надо попробовать мне что-то спродюсировать. И вот как раз попался мне, появилась возможность спродюсировать малыша, которого звали Децл. Ну, точнее, его еще тогда Кирилл звали Децл, это я ему придумал такое имя. Вот. А бэк-эмси, бэк-вокалиста ему взял Тимати. Как раз Тимур его тогда звали. Вот. И с проектом Децл я получил очень много наград. В том числе и этого самого Космонавта в Нью-Йорке, как лучший продюсерский проект Европы. И вот этот вот Космонавт вручал нам Моби. Вот. Это действительно большой скачок нашей музыки. Это Олимп. Да, Олимп. Да. Это действительно все очень было серьезно. А потом я, значит, сделал целую базу Бэтби Альянса. Это сделал некое объединение, куда должны были входить разные различные команды. И в это Бэтби Альянс вошли кто вошел. Легальный бизнес. Это Legalize и Pounds. Такую группу мы образовали. Известная песня была Пачка сигарет. Была женская команда, которая называлась Белый Шоколад. Было там еще несколько команд типа Алкофанк и так далее. И мой сольный шеф. Вот. После чего я подумал, что надо еще что-то создать и сделать. И мне появилась такая возможность привезти из маленького городка Ужгород девочку, которая работала в баре, мыла посуду, ёлку. Ну, тогда она уже была ёлкой, да. И мы создали ей первую песенку. Я написал «Город обмана». И она вот пошла, поехала, стала тоже известной певицей. Это же как, 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 вот так все просто, вот мыла посуду и стала певицей. Я почему, ходит слух, что она вообще играла в КВН, что... Ну, она, может, и играла. Но был какой-то опыт у неё. Нужно понимать, что такое Ужгород. Это Западная Украина, это город, вот, примерно, как вот этот квартал. Вот рядом с этой... С Китай-город. Да, с Китай-город. Вот это вот весь Ужгород. А так, естественно, что, конечно, там чем-то кто-то как-то занимался. А дальше хочу сказать такую вещь еще, что после этого еще пришли ко мне два менеджера, например, из Рэдбула. И говорят, о, блин, мы тоже петь хотим, шеф, а ну. Я тем более когда-то в синдикате группе был, там, мне говорит человек. Я говорю, ну, давай запишем трек, попробуем. И я написал так случайно, совершенно с его подачи, там, песню Алины Кабаева. И вот Алина Кабаева становится там тоже суперхитом. После записи через две недели она уже на русском радио все первые места бьет. Да телевизоры и радиоприемники все, блин, до дыр, понимаешь. Да, да, да. Затертый, зазвученный этой песней. Это тоже был топ. Короче говоря, у меня на сегодняшний день 47 наград такого уровня. То есть от золотого граммофона до космонавта там вот. За продюсерские проекты. И вот обломался я последний момент на одной только теме. Вот захотел я проект сделать уже на международном уровне. Ну, как бы все награды, которые есть в России, я уже взял. И в ближнем зарубежье. Ну, все, мне неинтересно. Я подумал, да мне вообще неинтересен русский шоу-бизнес. Ну, одно и то же. Переливают туда-сюда, туда-сюда. Ну, и какая награда? Ты не нашла своего героя? Значит, вышел на меня как-то американский хороший музыкант, бас-гитарист Ленард Джексон. Который, ну, такой вот, как Маркус Миллер, 50 лет ему. И он говорит, хочу петь, но хочу петь с русскоязычной певицей. Я нашел девочку Сантьягу из Нижнего Тагила. Девочка хорошо очень пела. И мы начали с ними делать треки. И получилось просто великолепно. Через буквально там месяц появился инвестор. Инвестор не кто-нибудь, а мэр города Белтимур. Черный такой Барак Обама приезжал сюда пару раз. Мы подписали контракт. И вот у нас должен был выйти проект, который сначала в России станет на ноги, а потом в США. И вот мы начали над этим трудиться. Записали шесть шедевральных песен. И после чего у нас на Россию возложили в санкции. А он, как человек-мэр города, не смог дальше инвестировать. И этот проект заморозил. Таким образом, на сегодняшний день я пока буду продюсировать, я понял, свой сольный альбом «Шеф», который вскоре выйдет. Ну тогда в предпоследнем выходе в эфир я еще раз напомню, что сегодня у меня в гостях лауреат многочисленных премий. Ух ты. Ну а что? Всех возможных в российских, как минимум. Отец российской хип-хоп-культуры Влад Валов, шеф. Финальный выход в эфир на сегодня. Он традиционно сопровождается традиционными для моего проекта вопросами в режиме «Блиц». Первое, что придет на ум, то и отвечай, пожалуйста. Так, Влад Валов, шеф «Блиц», поехали. Влад, сколько денег нужно для полного счастья? Гармония. Хорошо. Если бы появилась, у тебя появилась такая вопрос фантазии, возможность стать, ну, скажем, главным музыкальным редактором страны, вот с каких правок ты бы начал свою работу? С музыкальных. С кем из ныне живущих или живших в прошлом заслуженных личностей ты хотел бы побеседовать за чашечкой чая? Наверное, с Джеймсом Брауном. Что бы ты ему сказал? Ну, нашлось бы о чем поговорить. В шахматы, наверное, предложил бы поиграть. Какую песню в качестве саундтрека ты бы поставил к собственной биографии? Ух ты. Наверное, я еще такую не написал. Если бы у тебя появилась возможность написать письмо самому себе в прошлое, то в какой год и о чем бы ты написал? Написал бы о том, что все круто, чувак. И написал бы себе примерно в девяносто шестой. И последнее. У тебя есть ровно 30 секунд для обращения к человечеству. Время пошло. А, чего я хотел бы сказать всему человечеству. Живите в мире и делайте профессионально то, что умеете. И Бог будет всегда на вашей стороне. Может, ты еще что-то добавил? А что-то добавлю? Ну, наверное, добавлю вот что. 3-го числа у нас будет 5 лет моему клубу «Налетчики», куда приглашаю всех. Что там будет? Каждый человек, который играет в футбол, будет выступать перед вами и будет совершенно все бесплатно. Бесплатно. Вот так мы будем отмечать 3-го числа 5 лет «Налетчикам». А 18-го числа, 18-го декабря я приглашаю всех на фестиваль «Рэп-мюзик» в «Лукин Румс», которому пройдет 22 года. И не забывайте, что «Рэп-мюзик» ради дела, а не ради денег. И наш рэп, русский рэп, он имеет свою историю. Эта история с нами, и мы ее продолжаем. Вот так вот. Лидер культовой группы «Бэт Бэлланс», сольный исполнитель, шеф, музыкальный продюсер, открывший многих звездных исполнителей, генеральный продюсер музыкального лейбла «Сто Про», владелец футбольного клуба «Налетчики», отец российской хип-хоп-культуры Влад Валов сегодня был гостем «Спешл Ге-шоу». Влад, я тебя благодарю. Спасибо, Иван. Все, друзья, на сегодня все. В следующую среду в 17.00 по Москве «Спешл Ге-шоу» снова выйдет в эфир на радио «Мегаполис ФМ». Интересной вам творческой, содержательной, музыкальной недели. А мне вот Влад подарил свой новый альбом. Сейчас сяду в машину и буду слушать. Все, пока-пока.